добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о крещении в духе святого до этого мы говорили с вами о тех условиях которые бог предъявляет к нам для того чтобы мог излить на нас духа святого сегодня я хотел бы потихонечку начать говорить о том какие наши условия то есть с нашей стороны что необходимо делать для того чтобы принять духа святого давайте я прочитаю три стиха из 3 главы послания галатам это второй стих все только хочу знать от вас через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере 5 стих подающий вам духа и совершающий между вами чудеса через дела ли закона сие производит или через наставление в вере и последний это 13 стих христос искупил нас от клятвы закона сделавший за нас клятвы потому что написано проклят всякий висящий на древе дабы благословение авраама через христа иисуса распространилась на язычников чтобы нам получить обещанного духа веры с нашей стороны я говорил об этом в прошлой программе необходимо вера мы должны принять веры но есть еще одна вещь и она очень важна это благодать апостол павел когда он общается с галатами о духе святом он говорит что есть две вещи две важных составляющих которые необходимы нам для того чтобы дух святой пришел в нашу жизнь это благодать господа и наша вера благодать это знаете как рука протянутая с неба в отношении каждого человека вера это рука поднятая от земли для того чтобы принять дар неба мы должны понимать и очень хорошо понимают дорогие что то что делает бог никак не на нами не заслужено чтобы мы с вами сегодня не получили может быть кто-то пришел и пожертвовал вам 10 копеек это благодать божья вы не заслужили этого или бог хочет вам дать духа святого чтобы он обитал в вашем сердце и это тоже вся та же в той же мере благодать божья никто из нас не заслужил даже жить никто из нас не заслужил никаких почестей никаких привилегий ни капли это все благодать кто-то может мне возразить и сказать послушайте я достойный человек я молодец но я хочу напомнить вам слова иисуса фарисея когда он рассказал помните это мытари фарисеи они пришли в храм и один молился или посмотри господи я праведен я даю десятину я пощусь молюсь а другой говорил господь я недостойный грешник и не имею права даже находиться здесь и пошел более оправданным бог принимает всякого и гордящегося и превозначающегося фарисея какого-нибудь величайшего из служителей который смотрит на нас с высоты птичьего полета и думает что вот это вот собрание недостойных и самого униженного человека и принимает совершенно в равной мере это же касается даяние духа святого когда бог раздает духа святого это всегда благодать не может быть такого что кто-то его заслужил а остальные получили по благодать либо мы все получаем по благодать либо никто я более чем уверен что не существует и в истории вселенной не существовало ни одного человека который был бы достоин принять духа святого вы только вдумайтесь сам бог пришел в твою жизнь чтобы сотрудничать чтобы чтобы учить тебя чтобы утешать тебя он назвал себя параклетос утешитель ты заслужил это ты не думал даже в эту сторону многие из вас даже сомневаются а дух ли это святой очень многие непослушны тому что говорит дух святой а каком заслуженном присутствии бога может идти речь итак друзья очень важно это благодать не существует ничего другого чтобы не происходило как бы бог не изливал свои дары это всегда благодать и принять ты можешь только на основании веры нет других способов не других путей нет других предпосылок только верой не через какие-то заслуги не через какие-то движения обряды условности только верой как только ты поверишь всем сердцем бог просто и зальет на тебя водопады своей силы и придет в твою жизнь будет жить вечно в твоем сердце никогда не оставляя тебя и так две вещи которые бог ожидает что мы будем делать это жить в благодати понимая что мы ничего не заслужили и принимать дар духа святого верой и не только дар духа святого абсолютно и